Приветствую вас, дорогие мои раки, мои хорошие! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас важный день, важный прогноз. Да, сегодня будем говорить о событиях на 2022 год. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот год, чем он вас порадует, обнадёжит, а может и предупредит. Но всё по порядку. Вот уже у нас выпадают интересные карты Дама и Тройка Пентакли. Ну, посмотрим, посмотрим. Итак, события 2022 года. Каким будет фон года? Карта Мир. Ну, что сказать, друзья мои. Год важный, да. Потому что карта Мир говорит о переходе с одного этапа вашей жизни на другой. То есть идёт своего рода перемены, связанные с вашими внутренними изменениями, и в том числе и внешними изменениями. Кто-то может круто поменять профессиональную деятельность, кто-то может поменять своего партнёра или партнёршу, кто-то поменяет место жительства. Может быть, кто-то вообще по-новому взглянет на то, что человека окружает, какая обстановка, какие условия жизни. И, кроме этого, может быть, наконец-то заглянет в свою душу. А что же ваша душенька хочет? И в связи с этим, возможно, и начнутся перемены. Ну, также, друзья мои, не исключено, что для кого-то из вас очень важным станет общение. Общение с друзьями или с родственниками, которые живут от вас очень далеко. Возможно, даже в других странах. Да. Может быть, даже контакты с иностранцами. Очень важный год, друзья мои. Очень важный год. Ну что ж, давайте продолжим дальше. Что нового придёт? Карташут. Ну, это однозначно, друзья мои. Однозначно обновление. Однозначно, я бы даже сказала, что кто-то из вас сбросит груз прошлых дел, прошлых каких-то отношений. Может быть, даже сбросит в себя какую-то работу. Какое-то, знаете, такое, может, даже закостенелое видение или запрограммирование видения к отношениям, к работе, к делам, в том числе и хозяйским, и семейным, и домашним. То есть, друзья мои, новое ждёт вас однозначно. Потому что карта Шут говорит, что вы готовы будете действительно что-то обновить. Даже с риском для себя. Для кого-то это действительно переезд. Для кого-то это появление нового члена в вашей семье, в том числе и рождение ребёнка. И, в общем-то, карта семьи в данном случае подчёркивает, что кардинальные обновления в основном произойдут именно в отношениях. В любых отношениях. И любовных, и деловых. Но больше всего они коснутся семьи и каких-то сердечных привязанностей. Что уйдёт? Десятка жезлов. Да. Уйдёт некое бремя. Может быть, вы наконец-то рассчитаетесь по своим обязательствам. Может быть, уменьшится у вас груз, связанный с профессиональной деятельностью. Может, у кого-то наконец-то сбросит с себя бремя, скажем так, обязательств, выполняемых за других. Да. Или работу за других. Ну, в любом случае, друзья мои, эта карта радует, потому что она говорит, что придёт своего рода освобождение. Освобождение от того, что вас гнетёт, от того, что вас напрягает, от того, что вы выполняете или делаете то, что вам не нравится. У меня такое ощущение, что эта карта говорит о том, что, да, придётся, как говорится, ещё поднапрячься и придёт освобождение. Хорошо, идём дальше. Что с желаниями? Исполнится ли ваше желание? Так. Ну, башня выпала, друзья мои. Какой-то ждёт вас нежданчик. Причём очень солидный нежданчик. Я не знаю, с чем связано ваше желание. Ну, желание должно быть, конечно, крупное, серьёзное. Всё-таки это ж годовой прогноз, правильно? Не по мелочи. Ну, в любом случае, тут может быть ваше желание повернуться, ну, скажем так, абсолютно другой стороной. Да. Либо оно может трансформироваться, очень сильно трансформироваться. Либо вы от него откажетесь, либо обстоятельства могут повернуться так, что, ну, это желание вроде бы как станет не просто неактуальным, но и каким-то, знаете, неважным. Неважно, могут появиться какие-то другие желания. Ну, конечно, карта башни, она всегда говорит о разрушении. О разрушении, возможно, в том числе и каких-то желаний, связанных, допустим, с семьёй, с домом, с недвижимостью. Вот. Что касается других желаний, тут надо смотреть, друзья мои. Ну, вот я вам не скажу однозначно, что да, желание не сбудется, не исполнится. Нет, друзья мои. Здесь идёт какая-то такая, знаете, подводная подоплёка, которая, ну, скажем так, оно может сбыться, это желание. Может, друзья мои, может. Но вот не принесёт, скажем так, не принесёт вам того, чего вы ожидали. Вот. Как-то так, мои хорошие. Ну что ж, давайте теперь поговорим о тайнах. Что там с тайнами? Ну, восьмёрка мечей, конечно, говорит, что не исключено. Не исключено появление тайны в вашей жизни. Причём тайны такой, что вы не можете её озвучить ни при каких обстоятельствах другим. Не можете её раскрыть. Ну, там, знаете, всякие могут быть ситуации, что просто нельзя, табу. И эта тайна останется с вами, ну, если не навсегда, то, по крайней мере, на какой-то чётко ограниченный период. Что касается тайн от других, да, если вы попытаетесь, попытаетесь узнать чью-то тайну, то я, скорее всего, вас разочарую. Будет очень сложно, очень сложно раскрыть эту тайну. Будет что-то мешать или кто-то мешать. Ну, по крайней мере, вряд ли вы продвинетесь на каком-то пути. По крайней мере, знаете, может быть, насколько не получится. Может, вам придётся какие-то определённые усилия, может, какую-то информацию, постудную информацию собрать. Подготовиться благодаря этой информации для, как говорится, для подкопа, чтобы расшифровать чью-то тайну. Но будет сложно, будет сложно. Хорошо, идём дальше. Что касается событий по главным сферам жизни. Начнём с работы. Так, кто не имеет работу? Вот выпал наш король-чаш, который выпрыгивал. Ну, друзья мои, работа будет, но по рекомендации, по содействию какого-то человека, при помощи какого-то человека. Человека, который, возможно, это ваш родственник, возможно, это ваш друг, возможно, это очень близкий человек, который вас, ну, заценит. Может, он вас уже уважает, может быть, любит. То, в принципе, вопрос вы можете порешать однозначно. Найти себе работу. Вот именно в том плане, который вы хотите. Ну, а что с событиями в сфере работы для тех, кто работает? Ну, друзья мои, карта сила выпала. Придётся поднапрячься. Да. Год может выдаться непростой. В плане того, что придётся побороться. Придётся приложить не просто усилия, но и, как говорится, всю свою харизму, весь свой ум. Может, даже какие-то обходные пути. Но, может, даже на какую-то манипуляции пойти, понимаете? На какую-то, может, даже лезть. Может быть, проявлять в то же время осторожность. Да, без резких движений, кстати говоря. Потому что лев может и укусить. Ни в коем случае резких движений. Всё нужно делать по уму. Ну, в любом случае, может в течение года с вашей работой произойти изменения. Да. Либо, друзья мои, если вы инициатор будете этих изменений, то это будет прекрасно, учитывая качества такие. Это будет просто изумительно. Но, друзья мои, может быть, конечно, давление со стороны. Давление обстоятельств, которые заставляют изменять, изменять сферу вашей работы. То есть, не исключено, что кто-то захочет вас и сместить, или навалить на вас ещё дополнительные какие-то функции. Но могут произойти, друзья мои, под внешними обстоятельствами изменения с вашей фирмой. Так что, имейте это в виду. В том числе, касается тех, кто занимается бизнесом. Да. Тоже будет непросто. Придётся побороться. Так. Хорошо. А что с финансами будет? Давайте смотреть. Так. Король мечей и тузжезлов. Ну, в принципе, в принципе, друзья мои, если смотреть рабочую сферу, что тут, как говорится, есть место напряжению, то, естественно, это автоматом коснётся и финансовую сферу. Потому что мы тут видим уже короля мечей. То есть, это уже говорит о неком напряжении, о некой борьбе, о неких моментах, которые, ну, не совсем могут для вас пройти так, как вам хочется. Может, знаете, на ваши финансы может влиять вот этот человек. Ну, в какую сторону влиять? Ну, вот у меня такое ощущение, что всё-таки это больше будет в плюс. В плюс почему? Потому что, когда есть напряжение, да, сразу же включается режим защиты и режим борьбы, когда начинаешь сопротивляться, там, как говорится, что-то делать, суетиться. Вот. И это идёт на пользу. То есть, вот эта тихая завод заканчивается, вода начинает бурлить и, естественно, приходится бултыхаться. Вот в данном случае, вот таким может, ну, грубо говоря, пинком, что ли, оживить вашу финансовую сферу, может явиться чьё-то влияние. Вот. Тем более у нас тут туз жезлов. Это, как говорится, уже намёк, что новый импульс появится, новый источник появится в ваших доходах или поступлений. Вот. Может быть, это за счёт обновления какого-то, ну, скажем так, обновления в сфере бизнеса, в сфере работы. Тем более мы тут видим, что, да, в общем-то, и для неработающих, и работающих видим, что идут колебания, идёт борьба, идёт, скажем так, динамика каких-то изменений. И вот эти изменения, они, конечно же, могут привести к тому, что у вас появятся новые источники доходов. И, конечно же, новых расходов. Кроме того, король мечей, он может показывать и вас. То есть, ваше внутреннее состояние, очень практичное отношение к деньгам. И к доходам, и к расходам. То есть, каждая копеечка на учёте. Всё с умом, всё с расчётом. Вот самое главное – расчёт, расчёт, расчёт. Ну что ж, теперь давайте поговорим об отношениях. Что там у нас с отношениями? Начнём с тех, у кого нет пары. То есть, кто в свободном полёте, что у вас? А у вас, друзья мои, шестёрка мечей. Да, что-то вы поменяете. Либо своё отношение поменяете к своему свободному состоянию. И всё-таки пойдёте на поиски, на поиски своего, своей половинки, скажем так. Вполне возможно, что это связано с переездом. То есть, в вашей личной жизни, в вашем свободном плавании действительно могут быть изменения за счёт перемены места жительства. В принципе, у нас тут и фон года тоже намекает на то, что у вас могут увеличиться контакты. В том числе, контакты с людьми, которые живут от вас далеко. Поэтому, да, возможен переезд. Да, возможно, знакомство с людьми, которые живут от вас далеко. Имеется в виду, конечно, сердечное знакомство. Либо вы в корне поменяете своё отношение. Если до этого вас устраивало вот такое свободное плавание, то вполне возможно, что в этом году, в новом году, вы решите всё-таки найти себе партнёра или партнёршу. Причём конкретно зная, что вам нужно, какой человек вас устроит, и что вы хотите от этого союза. Так, ну а что будет происходить в отношениях у тех, у кого есть уже пара? Ну, пятёрочка чаш. Конечно, с одной стороны, грустная карта. Ну, она может говорить о неких разочарованиях. Да. О разочарованиях своей половинки. Ну, может быть, знаете, не сбылись ваши надежды. Может быть, ваша половинка не выдержала тех ваших требований, которые вы выставляли. Или надежд, надежд, которые вы возлагали на партнёра или партнёршу. Может, это были и завышенные, кстати говоря, требования. Завышенные ожидания. И, может, вы это поймёте, что, в общем-то, зря на это настраивались, что нужно как-то поменяться. Да, не исключены, конечно, обиды, не исключены, конечно, эмоциональные такие расстройства. Пересмотр, скажем так, пересмотр того, что происходит между вами. Ну, в плюс скажу, в плюс скажу, это всё-таки больше в пользу. Да, друзья мои, потому что не забываем, что у вас фон года, перемены идут, обновления идут, что нового придёт. Поэтому, возможно, расставание или изменение отношений с вашей половинкой – это всё-таки в плюс, но ни в коем случае не в минус. Потому что не забываем, что за спиной у нас две полных чаши, две прекрасных возможности. Поэтому, ну, то, что ушло, не сложилось, ну, что, бывает, бывает. Как говорится, всё, что не делается, всё делается к лучшему. Но всё-таки, всё-таки, друзья мои, ни в коем случае себя, как говорится, не расстраивайте, не накручивайте. Потому что обращайте внимание на фон года, что я вам говорила. И, конечно же, то, что придёт вам нового. Так, дальше, друзья мои. А дальше у нас самое интересное. Гвоздь программы. Что же за крутой вираж произойдёт в вашей жизни в 2022 году? Я взяла старшие арканы. Второй 78 дверей. Потому что, ну, какой вираж на младших арканах? Нет, конечно. Это что-то судьбоносное. Такое важное. Итак, что за крутой вираж произойдёт в вашей жизни? Действительно, друзья мои, ну, всё пахнет переездом. Вот вы замечаете? Колесница. Это действительно крутой вираж в том плане, что может поменяться ваша жизнь на 180 градусов за счёт либо изменения места жительства, либо за счёт появления какой-то очень такой значимой цели, значимой какой-то задачи. Может быть, это за счёт появления рядом с вами какого-то человека. Может быть, это связано с профессиональной деятельностью. Рывок. Рывок, друзья мои. Скачок. Ну, по-другому я не назову. Это действительно, друзья мои, прорыв. Прорыв. За счёт чего прорыв тут у каждого, друзья мои? Индивидуально. Поэтому я даже перечислять не могу. Я вот главный момент сказала, что либо за счёт переезда, либо за счёт появления какой-то цели, либо за счёт изменения в отношениях, может, появления новых каких-то отношений, которые вас приподнимут, дадут вам новый такой, ну, скажем так, импульс, да, импульс на какие-то дела, на обновление в вашей жизни. Что, в принципе, друзья мои, действительно уже проигралось, уже показано, вернее, другими картами. Ну, и что дальше? Дальше у нас, друзья мои, совет. Совет Оракула Затмения. Что вам посоветует наш любимый Оракул Затмения? Лекарство от всех бед. Отличная карта, друзья мои. Она говорит о том, что не отчаивайтесь, не переживайте, если будете попадать в какие-то трудные ситуации, если будете сталкиваться с какими-то препятствиями, затруднениями. Это не страшно, это не критично, потому что при любых обстоятельствах вы всё-таки найдёте выход, найдёте варианты, найдёте пути, которые приведут вас, ну, скажем так, к положительному результату. Приведут вас к тому, что вы либо избежите трудных моментов, либо их, как говорится, достойно преодолеете. Причём с большим положительным результатом для себя. Кстати, вполне возможно, вполне возможно, есть такая вероятность, что вам помогать будут при решении всех проблем и продвигаться к вашей цели и высшие силы. Да, помощь высших сил. Так что, друзья мои, прекрасный получился прогноз, просто изумительный. Готовьтесь к переменам, готовьтесь к новым рывкам, готовьтесь, может быть, даже и к новому месту проживания, к изменениям в своих жилищных условиях, в своих, как говорится, отношениях. Ну что ж, это хорошо, это хорошо, друзья мои. На этом я закругляюсь, мне остаётся только пожелать вам в новом году обязательно-обязательно здоровья, обязательно благополучия. Пусть Новый год вам принесёт фейерверк новых эмоций, приятных эмоций, радостных эмоций. Пусть вам этот год принесёт, скажем так, новые отношения, изменения в отношениях или новые отношения. Какие-то творческие новые выплески. Ну и вообще, друзья мои, денежек вам побольше, любви, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и моём инстаграме.